Снова здравствуйте, дорогие мои! Перед нами лежит большая коробка посылок, но сейчас мы их распаковывать не будем, потому что нас интересует вот эта вот коробочка. Мы ее откроем. Есть некоторые подозрения, что она была скрыта, потому что мы видим, что здесь скотч попорчен. Очень мне интересно про нее немножко узнать, ну и есть чего рассказать вам. Поэтому давайте сейчас очищу стол и перейдем к ней. Итак, чем же интересна эта посылка? Интересна она в первую очередь тем, что она должна была идти из России. Но по непонятной причине, ну как по непонятной? Продавец заявил то, что в России они закончились, поэтому я отправил из Китая. Но говорит, ты, друг, не бойся, тебе это прилетит, там чуть ли не на частном самолете. На частном самолете оно не прилетело, оно очень долго шло с Финляндии, не с Финляндии, а почтой Финляндии. И правда после того, как попала в Россию, она очень быстро добежала до меня. Пустая коробочка. Вот зачем так пугать, да? То есть вот коробка пустая, но на самом деле она была нужна здесь, чтобы все это дело не болталось. Она и задумалась пустой. Так, ну давайте, наверное... Да нет, все-таки давайте их распакуем быстренько. Смотрите, да? Есть голограммка, подтверждающая, что это оригинальная продукция, и есть наклейка, что она не вскрывалась. Ну а чтобы не мучиться, да, какой цвет внутри. Значит, что мы имеем? Мы имеем наушники BlueEdio, если это правильно звучит, а T2S. Также мы имеем те же самые BlueEdio T3RD. Давайте вернемся обратно за стол. Итак, думаю, да, будет интересно, если я их распакую. Мы посмотрим, что они из себя представляют внутри. А значит, что с этими колонками самое интересное? В связи с тем, то, что продавец гарантировал доставку в течение 20 дней. Иначе он, да, говорит, я сделаю возврат денег полный. Я, собственно говоря, на 19-й день примерно открыл спор. И поэтому я сейчас жду 6-го числа, а это будет уже завтра, когда к моему спору подключится Алиэкспресс. Да, в моем споре я обозначил то, что, ну, во-первых, я это хотел с доставкой из России. Почему? Потому что у нас есть налоговые лимиты, да, то есть, ну, не налоговые лимиты, а нормы безналоговые. Это 20 килограмм в месяц, и это 1000 евро в месяц. Да, доставка из России, это быстро, и это не кушало бы мои лимиты налоговые. Он отправил с Китая, значит, на 7 килограмм, по идее, у меня меньше, и на какую-то там сумму денег, опять же, меньше. Я не знаю, сколько он указал просто это в декларации. Значит, инструкция у нас английский, французский, немецкий, китайский. Русского нет. Да и зачем, да? Россия, она маленькая страна, не обязательно делать на русском. А значит, что мы имеем? Мы имеем кабель, а причем у меня идут интересные кабеля, маркерок, посмотрим, насколько они будут лучше качеством. А микро-USB для зарядки, судя по всему, и джек-джек, по-моему, это называется для соединения напрямую. Вот так вот они складываются, вот так они раскладываются. По-моему, прочего, они еще вот так вот у нас ходят. Так. Крутим-вертим, есть отдельно левая, есть правая. Ну, вы знаете, я вот сейчас их померил немножко быстренько, да? Что могу сказать? Отрегулировать хорошо на голове можно, но при всем при этом, вот эта часть, ну, она поменьше, чем мои уши, поэтому как-то вот не совсем удобно. Давайте попробуем посмотреть, насколько они звучат хорошо. Для этого нам надо их включить. Они сказали Power On. Давайте их попробуем найти. Ну, они соединились. И теперь давайте попробуем включить музыку. Ну, в принципе. Знаете, вот таким вот способом можно переключать треки. Вот так вот положим. Видите? Щелк. Нажатие делает паузу. Видимо, максимальная громкость. Мне сложно судить. Мне сложно судить, потому что... Так, а что-то такое сейчас моргнуло, по-моему. Или это отразилось что-то? А, нет, смотрите, видите, какая-то лампочка моргает. Я уж не знаю, что она означает, но она помаргивает. Сложно судить, потому что я, ну, не меломан, да. В басах и прочих вещах я не сильно разбираюсь. Что могу сказать? Могу сказать то, что для моих ушей они какие-то вроде, ну... Моё мнение, да, они немножко маловато. При этом они, видите, как складываются. Компактно, хорошо. Материал приятный. Материал приятный. Ну, и, собственно говоря, цена, да. То есть их распродажная цена составляла тысячу с небольшим рублей. Ну, у нас за эти деньги, по-моему, можно купить плоские какие-то простые наушники. Диаметр 57. Так, ну, на этом, наверное, Power of. Наверное, на этом мы их выключим. И уберём. И откроем. Более современные. Третьего. Вернись назад, чуть телефон мой не улетел. Третьего поколения. Так, ну, смотрите, опять инструкция. Опять всё на английском, на китайском. Ну, тут уже всё гораздо посерьёзней. Да, у нас есть бархатный чехольчик для них. Есть шнуры. Точно так же, да, для прямого соединения и для их незарядки. И есть сами наушники. Давайте вот это всё дело уберу. Всё упало, всё сломалось. Так, вот они у нас открываются. Не знаю, как это всё. Вообще нормально, нет? Потому что они так дребезжат. Ой, я не знаю. Давайте их попробуем померить. Ну, вы знаете, при всём при этом они гораздо более хорошо сидят. Да, то есть вот прям вот на ушах они сидят гораздо лучше. При этом, смотрите, видите, вмятина. Вот от чего они так вмялись. Вмялись они так вот от своих же углов. Выпрямится это или нет. Ну, здесь видите, тоже вмятина. Как-то, по-моему, так быть не должно. При всём при этом штекер для провода, для прямого соединения. И вот здесь у нас для зарядки. И вот что-то очень напоминающее динамик. Вполне возможно, по ним можно ещё и звонить. Так, мы их включили. Да что ж такое? Не туда я залез. Неужели мне снова сейчас придётся пойти в инструкцию залезть? Нет. Всё оказалось просто. Да, мы держим какое-то время кнопку нажатой. И тем самым он начинает сопряжение. Т3. Не туда нажал сопряжение. Друг-то как? Т3 не разрешает сопряжение. Как тебя сопряжать-то? Придётся всё-таки лезть в инструкцию. Давайте посмотрим. Что-то вот я замечаю, что всё чаще и чаще приходится лазить. Да, микрофон у них есть. По ним можно будет разговаривать. Это очень даже неплохо. Учитывая то, что я их брал по распродажной цене в районе 1600. 1600. 4 0. Он хочет как код. Не могу включить называется. Ну, вы знаете, подключился наконец-то. Были некоторые с этим сложностям. Ну, давайте посмотрим, что у нас означают кнопки. Значит, кнопка вправо добавляет громкость. Ребят, это не динамик. Это не колонка. Это наушники, да? Представляете, что будет? Если надеть их на уши. Нажимаем вниз. Пауза. Ну, собственно говоря. Ну, не так уж и много разных хитростей здесь есть. Давайте послушаем. Очень даже неплохо они в итоге звучат. Сидят на голове достаточно удобно. Да, из минусов. Какие-то они погремушные. Какие-то они погремушные. Ну, зато в остальном качество сборки и красота упаковки, ну, очень даже прям вот неплохо они идут на подарок. Собственно говоря, относительно подарков. Ребят, да. Значит, с продавцом я сейчас спорю. А если я в этом споре все-таки... Ну, логично, да, будет то, что я все-таки выиграю этот спор. То, я думаю, одну большую, одни большие и одни маленькие наушники я разыграю. Да, то есть, будет конкурс а-ля там что-то за репост. Я думаю, это будет честно. Да, то есть, ну, во-первых, я погромче скажу о том, что такое Blue Radio. Хотя мне, ну, вот, ну, да, вроде неплохо. Ну, там сказать там, вау! Это супернаушники, я не скажу, да. Вот. Может быть, вы меломан, вы лучше сможете оценить, если вы их купите, либо выиграете. В розыгрыше. Поэтому ждем, чем закончится спор. И пойдут они на конкурс или нет. А помимо прочего, у меня, вы видели, да, до этого посылки. Плюс сейчас придет еще некоторое количество посылок. Тоже там с ними проблема. Сдековская доставка никак не может все это дело доставить. Они, сволочи, подонки, поросяты редкостные. Поэтому на какое-то время я с вами прощаюсь. Скоро буду распаковывать. И, возможно, разыгрывать, да. Обязательно посмотрите. У меня вышло видео о том, что идет повышенный кэшбэк, да. EPN кэшбэк к сервису. Исполняется три года. Девятого числа, ну, неимоверно высокий кэшбэк. 11,3%. Если вы будете покупать купоны, вы его получите дважды. У вас получится 23%. 23% вообще вещь получается за бесплатно. Прощаемся. Комментируем, пишем, подписываемся в группу ВКонтакте. Там будут, собственно говоря, да, и правила розыгрыша, да. И какие-то там, опять же, будут выкладываться от людей отзывы о том, что они купили. Если вы оставите свой отзыв, да, это будет тоже очень хорошо. За это, я тоже думаю, какие-нибудь там розыгрыши надо будет делать. Видео заканчиваем. Всем всего. До скорых встреч. Все, уже давным-давно занимался своими делами. Тут вспомнилось то, что анекдот-то я не рассказал. Да, вроде как анекдоты вам понравились. Чтобы с пустыми руками не быть. Включим сердечко. Пускай сердечко светит, а я буду рассказывать анекдот. А, значит, анекдот у нас будет сегодня следующий. А синагога, главный раввин, сидит в синагоге, значит, тут врывается, там, ну, такая она, окрестная, значит, такая синагога. И, значит, приезжает с города проверка. Врываются к раввину. Короче, его запаковали. Давай допрашивать. Говорят, ну, спрашивают, говорит, вы, говорит, свечки жгете? Вон, молодой человек, ну, таки жжем, у нас же синагога, да, там боку свечечку поставить, все дела. А воз, говорит, с них капает, ну, таки капает. А что, говорит, вы с воском потом делаете? Ну, как, говорит, аккуратненько собираем, в город отправляем, там новые свечи льют, нам присылают. Ладно, не докопаться. А, говорит, мацу, едите, молодой человек, у нас же синагога, конечно, едим. А крошки падают? Ну, таки падают. И шо, говорит, с крошками, говорит, делаете? Ну, говорит, ну, как, говорит, аккуратненько, говорит, собираем, в город отправляем. Там новую мацу пекут, нам присылают. Не докопаться. А обрезание делаете? Ну, конечно, молодой человек, синагога, обрезание, да, естественно, делаем. А обрезки куда? Ну, как, говорит, аккуратненько собираем, в город отправляем. А из города? Да не поверите, хуйню всякую. Сегодня вот вас прислали. Значит, жду комментариев относительно анекдотов. Нравятся они вам или нет. Продолжать их или не продолжать. Ну, соответственно, если анекдот понравился, зайдите в уголок подонка. Он там лежит отдельно, не запиканный. Вы с ним сможете поделиться. Кинуть через WhatsApp. Либо опубликовать в какой-нибудь соцсети. Всем всего. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok